Здравствуйте! Исходя из запросов исследовательских центров, более 50 россиян признаются, что хотели бы изменить свою жизнь, сменив профессию. Кого-то не устраивает свое финансовое положение, кто-то мечтает об открытии своего собственного дела, а для кого-то желание заняться творческой работой – мечта всей жизни. И это правильно, потому что только увлеченность приводит к самореализации, делает жизнь интереснее и качественнее. В идеальном варианте, конечно, хобби или увлечение и должно быть вашей любимой работой. В каком возрасте лучше всего начать свое дело? Что заставляет, например, молодых людей покидать офисы и отказываться от стабильной заработной платы и заняться предпринимательством? Эти дела мы обсудим сегодня с теми, кто доказал свою состоятельность. Знакомьтесь, Юлия Фомичева, победитель Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2014» и Кира Рыженкова, финалист Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2014». Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Здравствуйте, Кира. Здравствуйте, Юля. Итак, 19 декабря 2014 года в Москве прошел финал вот такого Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», правильно? Впервые наши предприниматели принимают участие в таком конкурсе, да, Кира? Впервые, да. Впервые в Архангельской области вышло число финалистов. А как вы не побоялись заявиться? Ну, честно говоря, я вот лично не знала о том, какой масштаб этого конкурса. Я знала, что он проводится, было интересно поучаствовать. Сколько всего заявок подано, не знаешь. Ну, наверное, и хорошо, что так сложилось. Боялись бы, наверное, переживали больше. И, собственно, защитились, просто были уверены в своем проекте. Все вышло, как вышло. Да, Кира, у вас такие же были? Ну, конечно. Я хотела еще в прошлом году в этом конкурсе принять участие, когда действительно уверен в своем бизнесе. И не просто не боишься, наоборот, хочется с гордостью рассказать о своем деле всей стране. Конкурс такой достаточно серьезный, вот как вы считаете? 2500 человек все-таки участвовало по всей России, да? Конкурс серьезный, уже давно себя зарекомендовал, да. Вы же, наверное, наверняка познакомились с очень разными людьми, да? Молодыми, молодыми бизнесменами со всех уголков России. Чем сейчас занимается молодой предприниматель? Какую сферу покоряет? На самом деле сейчас очень разностороннее развитие. У ребят горят глаза, и возраст участников очень разный. От 18 лет и до 30 лет. Что радует, что все участники, они доброжелательные, настроены на развитие. Все очень активные люди, молодые. И всегда приятно общаться и, в первую очередь, обмениться опытом, какими-то своими наблюдениями, ощущениями. И мы же участвовали в этом конкурсе благодаря федеральной программе «Ты предприниматель», которая проводится на территории Архангельской области. И существует эта программа федеральная на всей территории России. В этом году Архангельская область победила в двух номинациях по критерию этой программы. Из шести, насколько я знаю. Ну и мы, собственно, продолжили это победное шествие. Молодых людей собирается все больше. И будет собираться все больше вокруг, особенно вот таких вот программ. Несомненно, я думаю, что это хороший вектор развития вообще. Кира, а как вы считаете, вот не пугает людей, молодых людей, они вот занимаются бизнесом, собственным делом, как вы еще, вот пообщавшись со всеми? То есть никто не боится, 18, 19, 20 лет, да? Как раз там собрались вот тех, кого не пугает. Там действительно собрались ребята, которые занимаются и от общепита, и заканчивая пошивом собственной одежды. И вот наш замечательный инновационный бизнес, Юля, занимается производством мотобуксировщиков. Очень интересные ребята, очень перспективные. И действительно спасибо программе «Ты предприниматель» за такой опыт и уникальную возможность познакомиться с молодыми предпринимателями со всей страны. Да, очень важно, что ведь почувствуешь, что ты не один на таких конкурсах. Конечно, да. Как-то, да, в своем соку варишься, и, наверное, бывает иногда тяжело. Ну, мы достаточно часто, вот, что можно отметить, что в Архангельской области молодежное сообщество, оно достаточно сейчас развито. Люди периодически собираются на разные, либо конкурсы проводятся, либо какие-то семинары, тренинги. И мы были знакомы до этого конкурса, и общались, и собирались, и вот такое вот общение. А тем более удалось поехать всем вместе, то есть представить регион. Оно, конечно, несомненно помогает. Если посмотреть вот аналитику по номинациям, было несколько номинаций, очень широко был представлен женский бизнес, производственный, как ни странно, вот в этот период бизнес, социально ответственный. Сейчас очень популярно это направление, оно очень поддерживается и государством, и в обществе назрела вот эта потребность, как раз то, чем занимается Кира. Социальное предпринимательство. Социальное предпринимательство, да. Эта тема, она для общества, она еще с одной стороны назревшая, а с другой стороны она очень новая. И вот я как раз благодаря Кире узнала все нюансы, когда мы сидели и обсуждали систему оценки тех проектов, которые существовали. Да, у вас вообще очень совершенно разные сферы, да. Здесь производство, здесь социальное предпринимательство, очень интересный бизнес. Начнем, я думаю, с победителя всероссийского конкурса, предприниматель России Юлия Фомичева, 29 лет, предприниматель России 2014, и как раз в номинации инновационный бизнес. Правильно? Юль, а можно назвать ваше дело вообще семейным бизнесом? Да, дело наше можно назвать действительно семейным бизнесом. Все это началось еще во времена СССР в 1975 году. У меня дедушка в Архангел-Городице, он изобрел сам вид вот этой техники, которая сейчас называется мотобуксировщик. Еще очень часто называют их мотособаки. Он запатетовал спустя достаточно долгий период. Изобретателем был, дед? Был изобретателем. Наш патент в соответствии с нашим законодательством в итоге стал общедоступен. И достаточно много производителей начали производить эту технику. Соответственно, им понравилась эта идея. Техника стала популярной на территории как России, так и стран СНГ. Сейчас она вообще становится популярной во всем мире. И у меня, так как дедушка этим занимался, папа, соответственно, занимался уже модернизацией этой техники. Мы разработали новые модели, запатентовали их. И родилась такая идея, если очень многие люди успешно этим занимаются, почему бы нам, собственной семье изобретателя, не попробовать этим заняться на коммерческой основе. И мы вот запустили свой проект в ноябре 2012 года. Два года всего вашего бизнеса? Всего два года он, да. Ну, я сейчас пока не буду спрашивать, насколько он успешен. Успешен, если вы все-таки являетесь победителем всероссийского конкурса предпринимательского. Кира, финалист вот этого всероссийского конкурса. У вас учебно-развивающийся проект «Центр детская парковка», правильно? Да, все верно. Но вот идея-то ведь не нова, а в чем вот ваше новаторство? Ну, наше самое главное новаторство мы не побоялись и даже наоборот специально открылись в округе Воравина-Фактория. В отдаленном округе от центра города считается районом спальным, неперспективным именно для развития бизнеса. А дети везде живут? А дети везде живут, и семьи везде живут, и семьям. Уезжать куда-то для того, чтобы дети получали качественные доступные услуги, развивающие в город, это, ну, с нашими дорогами, вы знаете, сами тяжело. Поэтому вот мы открылись именно в этом округе, чтобы быть доступными для всех родителей. То есть вы сделали ставку на аудиторию, да? Да, на место расположения, ну и все равно на качество, на особую атмосферу в нашем центре, на внимание и заботу каждой семье. Ну, сейчас у меня будут вопросы к вам обеим. Вы можете уже, наверное, поделиться определенным опытом. Два года вашему бизнесу, Кира, сколько у вас? Тоже второй год. Тоже второй год. А в чем преимущество, как вы считаете, собственного дела перед работой по найму? Давайте, Юля. Ну, для меня, вот лично для меня, из личного опыта, это возможность в своем деле... Вы-то ведь поработали перебью в Москве, в достаточно крупной компании, да? Да, и у меня очень хороший опыт и очень хороший рост карьерный. И на самом деле здесь как раз сыграл такой семейный фактор, почему я занялась производством и, собственно, свою успешную карьеру резко очень изменила. Для меня, ну, одним из факторов послужила возможность очень быстро реагировать на какие-то изменения, да, на рынке. И возможность эксперимента. Потому что, когда ты работаешь в манайму, все равно ты ограничен определенными правилами, рамками, системой, которая в той или иной компании существует. И для того, чтобы что-то поменять, нужно пройти очень много согласований, такую ступень. Когда ты занимаешься своим делом, тебе интересно, это процесс творческий. Но процесс, по-моему, не останавливающийся, да? Голова не отдыхает никогда. Нет, ни в коем случае. Особенно учитывая, что у меня гуманитарное образование, то у меня... Как-то далека от мотобуксировщиков, да? Абсолютно, очень было далека. Сейчас я уже, мне кажется, в некоторых вопросах могу фору дать. Но, тем не менее, у меня процесс постоянного образования. То есть, если ты хочешь в чем-то действительно хорошо разбираться, то тебе придется разбираться в этом во всем. И вникать в детали, если ты хочешь, чтобы у тебя были хорошие продажи. Вы сейчас уже кого-то пугаете тем, чтобы заняться предпринимательством, а не вот не сидеть на своем месте. Нет, ни в коем случае. Наоборот. Если человек любознательный, ему будет безумно интересно, потому что разбираться в разных темах, и ты понимаешь, что, общаясь с людьми, ты можешь общаться с маркетологами и понимать, о чем они говорят. Потому что тебе приходится в этом тоже начинать разбираться. Ты можешь общаться с техническими какими-то специалистами и начинать в этом разбираться. И, например, какие-то вещи, которые ты узнаешь, они тебе помогают. И потом и в личной жизни. И ты используешь эти инструменты. И очень интересно, зная, какие есть маркетинговые ходы, ходить по нашим магазинам, реагировать на какие-то вещи. Профессиональный взгляд такой, да? Но это скорее образ жизни уже, конечно. Конечно. Кир, а вот вы как считаете? Ну, я перешла от работы по найму в свой бизнес по другой немножко причине. Я стала мамой, и я очень хотела много времени проводить с собственным ребёнком. Детей любила давно и всегда, и поэтому идея вообще создать какой-то такой семейный центр, она возникла давно. И вот родительство стало таким уже толчком для того, чтобы и создать, и реализовать свою идею, ну и больше времени проводить со своим ребёнком. Ребёнка всё равно надо обучать, да? Развивать, да, и всё делаем вместе. Но, тем не менее, сейчас собираетесь дальше развивать свой бизнес? Да, у нас сейчас планов и идей очень много. Я говорю, мы, что называется, вошли во вкус. Вы ведь хороший специалист, да, в молодёжной политике, есть свой опыт. Почему не сесть в офис снова? Ну, хочется сейчас вот эту идею развить до идеи большого семейного центра, где был бы уже не только учебно-развивающий центр, но был бы и центр по оздоровлению, очень хочется сделать бассейн для грудничкового плавания, очень хочется сделать настоящий институт красоты для девочек, профориентационный центр. Ну, то есть, такой большой семейный центр, развить досуговое направление в нашем районе, в районе Фактория, да, то есть, сделать такой большой семейный центр, куда бы родители могли прийти и получить полный комплекс услуг. Понятно. Ну, вот у всех есть увлечение, всё равно всё начинается с какой-то мечты, да, с какой-то идеей, которой ты заболеваешь, хобби, увлечение, но ведь далеко не все решаются сделать этот шаг и плыть по волне предпринимательства. Вот вы что ставили на чашу весов, что стоит положить, плюсы и минусы, какая чаша весов перевесит, за и против? Вы уже немножко сказали, что для вас было решающим фактором, ну, вот тут чисто психологические какие-то ещё моменты. Ну, учитывая, что на самом деле начало собственного бизнеса не требует больших затрат, затрат требуется уже потом, когда есть некий пилотный проект, который ты видишь обратную связь этих клиентов или покупателей, на что-то ориентирован, и дальше уже, когда начинается развитие, там, да, необходимо будет искать средства, либо вкладывать собственные. Но для того, чтобы проверить свой интерес, да, своё увлечение, насколько оно будет востребовано на рынке, для этого, ну, необходима только твоя идея, ты сам, и твои силы, твоя увлечённость. Поэтому, наверное, сделать это очень достаточно легко, ну, и любому человеку будет интересно, нужно обязательно сделать пилотный проект, посмотреть, вот, увидеть, интересен людям, и этот проект интересен только тебе, или ты видишь, что это важный, нужный, интересный проект ещё для кого-то, и он будет востребован. Юль, ну, ведь наверняка многие отговаривали, особенно, наверное, руководство компаний, в которой вы работали, которые на вас делали ставку, наверное, да, как-то рассчитывали, вы взяли, всё бросили. Ну, это, на самом деле, это достаточно резкое изменение, ну, я довольна, то есть, моё качество жизни, я считаю, повысилось, и это очень важно. И финансовое, в том числе. И финансовое, в том числе. Конечно, первое время нужно было очень много вкладывать и собственных сил, каких-то энергозатрат, морально нужно было быть готовым к такой, очень резкому такому шагу. Но, тем не менее, ты ощущаешь себя, ну, более свободным в какой-то части. И я считаю, что успех твоего проекта, твоего бизнеса, это степень твоей самоорганизованности. То есть, когда человек понимает, в каких... ни в коем случае бизнес не подразумевает фривольность там какую-то... Вы нам уже рецепты даёте. Да, да. Мы сейчас у Киры спросим, а вы что положили в своё время на чашу весов, вот два года назад, полтора года назад? Плюсы, минусы? Ну, не было такого, что... Что перевесило. Что были какие-то плюсы и минусы. Вот я всегда говорю, что если есть какая-то идея, вот мы уже тоже на конкурсе разговаривали о том, что есть большая разница в том, когда молодой человек просто хочет стать предпринимателем. То есть, вот он просто, ему устал там на кого-то работать и хочет заняться своим бизнесом и начинает искать идею. И это один вид предпринимателей, и у них не всегда получается. А когда уже есть идея, и ты начинаешь искать ресурсы, людей, которые будут тебе помогать, это другое совершенно. И там действительно не надо ничем уже будет жертвовать. И как в нашем случае, например, сразу же находятся помощники, это и друзья, и коллеги, и программа, ты предприниматель, которая помогла и поддержала. Это же наша область помогает начинающим предпринимателям. То есть, здесь, когда ты действительно на своем пути, то все помогает. Все складывается. Да, все складывается. Я говорю, это тоже своеобразная такая проверка, да? Да, действительно. Если все-таки ты туда идешь, если твоя идея жизнеспособна, то все сложится, и люди найдутся эти такие нужные, да, люди. Да, да. Но начать, наверное, все-таки гораздо легче, как вот вы уже подтвердили. Главное ведь удержать бизнес, да? Как вот это сделать? Конечно, есть конкуренты, наверняка, да, и у вас даже, и вот у вас. Как сделать, как удержать? Ну, это постоянное внимание просто к рынку, к изменению. И нужно знать своего покупателя, ну, конечного потребителя твоего продукта, следить за настроениями, за потребностями людей, то есть, что для них актуально в настоящий момент. Потому что любая услуга или любой продукт в результате делается для кого-то. И понимая потребности этих людей, соответственно, ты будешь востребован, нужен, и твой продукт будет для них актуален и интересен. И если чутко отслеживать вот эти настроения, то я думаю, что все будет хорошо. То есть, здесь не бизнес ради бизнеса, а бизнес для людей. Ну, для нас, например, ключевых факторов. Часто ведь я буду заниматься своим делом, потому что я хочу жить достаточно комфортно, хорошо в финансово-материальном отношении. Это можно ставить в угла в угла? Нет, потому что жить комфортно и финансово хорошо не обязательно заниматься своим бизнесом. То есть, ты делаешь бизнес, потому что тебе важна идея. Та идея, которую ты несешь в мир. И твой продукт выражает твою идею, или твоя услуга выражает твою идею. И в целом весь бизнес, он выражает того человека, который, собственно, руководит этим бизнесом. Согласна, да? Конечно, согласна. У нас вообще такой бизнес, почему мы и называемся вообще социальным предпринимательством. Что у нас иногда и бизнесом-то назвать очень сложно. Мы очень много работаем именно с детьми и с семьей. И для нас какие-то доходы и материальные блага, они не самые главные и не важные. Зачастую мы вообще про это забываем. Для нас важнее радость наших самых главных посетителей, это наших детей. И поэтому здесь не важно совершенно иногда. Поэтому и удержать действительно бизнес помогает. Тут постоянная связь с теми, для кого ты работаешь, зачем ты это делаешь. Это очень важно. Ну, сейчас говорили, что не важно финансы, тем не менее. Аренду платить надо, расходные материалы тоже надо выкупать. Вкладываться особенно на ваш бизнес, ого-го, сколько надо. Людям надо платить, правильно? Да, конечно. Вот без инвестиций, без господдержки, о которой вы уже говорили, возможно существовать? Со стороны имею в виду инвестиций? Ну, наш бизнес развивался исходя из собственных вложений. Мы не привлекали инвестиций. Единственное, что мы участвовали в разных конкурсах на гранты, на субсидии. Вот область нам недавно выделила, мы выиграли конкурс по субсидии. Также на инновации закупаем в настоящее время, модернизируем производство, закупаем станки. Я думаю, что вообще существовать можно, но, безусловно, программы поддержки молодых предпринимателей, они важны, нужны. И всегда, ну, любой бизнес развивается циклично, есть критические точки. И когда ты понимаешь, что ты нужен, востребован, и область в том числе тебя поддерживает, есть разные инструменты, у тебя, собственно, снова поднимается желание делать больше, лучше. Да. У вас так же? Ну, у нас так же, я опять же скажу, что социальным предпринимателям-то тоже, действительно, немножко потяжелее. И, ну, мы открылись благодаря поддержке правительства Архангельской области. Мы получили субсидию на начало дела. Сейчас, если все хорошо, получим субсидию именно на поддержку социальных предпринимателей. То есть надо участвовать в конкурсах, да, не бояться заявлять о себе. Конечно, конечно. Это будет же влиять только на качество оказанных услуг и на развитие своего дела. Ну, вот два года у вас уже, в общем, достаточно успешно идет дело, да. А что бы вы сейчас вот исправили, если бы вот вернуться на два года назад? То есть какие-то подводные камни предпринимательства, бизнеса, на которые вы бы вот уже сейчас не наступили? Да, у меня... Есть некие сожаления. Есть опыт такой. Я считаю, что с самого начала нужно обращать внимание на маркетинговую составляющую, уделять этому достаточно много внимания и отслеживать, вести статистику, вот эти цифры, обратную связь обязательно. Потому что мы, когда запустили свой продукт в производство, у нас объем производства рос, спрос на наш продукт рос, но в итоге мы достигли некого потолка. И вот дальше переступить, только когда мы кардинально поменяли стратегию продвижения продукта, на рынок, как раз вот собирали эту обратную связь, ввели статистику, то есть собирали те цифры и мнения покупателей, только тогда у нас заново пошел рост. У вас были, Кира, такие вот неприятные моменты, которые бы вы сейчас пресекли? Ну, если не возникали, мы их решали и решаем сейчас. Ну, чего-то такого кардинального, что мы поменяли бы, наверное, нет. То есть вы так осторожно просчитывались? Да, вот тогда. Надо все-таки, да, двигаться осторожно? Конечно, да, да. Ну, как принято спрашивать, ваша формула успеха? Есть такое? Самоорганизованность. То есть обязательно нужно понимать, когда что ты делаешь. Все об этом говорят о постоянном личностном развитии, сейчас очень это популярная тема. Кроме того, что обязательно читать, общаться с успешными людьми, читать обязательно книги по саморазвитию, по бизнесу, ну, по профильному. Нужно, вот один основной принцип, не нужно просто читать, нужно прочитал и сделай. То есть обязательно на практике, в своем бизнесе поэкспериментируй, почувствуй. Да, Юль, а это всегда было вот у вас, как в личности? Или это уже развелось вот с тем, когда вы взвалили на себе эту ношу? Вы знаете, наверное, каждый раз, ты понимаешь, сейчас трудно говорить о том, какой ты был, потому что сейчас ты уже смотришь по-другому, да, и на себя, и на мир в целом. Но что точно, то что сейчас я более уверенно начинаю экспериментировать, более быстро решаюсь на какие-то шаги. То есть вот этот момент принятия решений достаточно сократился, меньше стало сомнений, больше твердости в каком-то решении. То есть и обязательно эксперименты нужны и важны, важно делать их аккуратно, то есть просчитано и обосновано, но тем не менее делать, вот важное слово делать, не просто читай, смотри, слушай, но делай обязательно. Вот это важно. Ваша формула успеха, социальный предприниматель? Успеха, может быть, не успеха, но сила. Действительно в постоянном саморазвитии, ну и для меня, для нашего центра, это самая главная команда, с которой я работаю. Без своих коллег, без тех партнеров, без тех друзей, которые мне помогали и помогают до сих пор, одно и очень сложно. Поэтому вот я всегда благодарю тех людей, которые рядом со мной и вкладывают всю душу в работу с детьми и вообще в работу нашего центра. Без своего коллектива нашего центра бы и не было, поэтому им огромное спасибо. Да, кадровый вопрос вообще такой достаточно серьезный, да? Команда, конечно. Команду подберешь какую, так и пойдет, да? Да, команда, конечно, это очень важна, и люди, ну, это, мне кажется, решающий фактор успешности. И умение подбирать кадры. Да, но этому учат. А, учат, то есть можно научиться этому, да? Ты уже такой глаз-алмаз, уже знаешь. Этот подойдет тебе, а этот вот лучше. Да, то есть постепенно и людей начинаешь понимать лучше, и все-таки есть специалисты, которые в этом разбираются изначально, у них профильное образование. Они подсказывают, на что нужно обратить внимание, какие есть инструменты. Психологи вы еще такие, да? Просто так, да, вам палец в рот не плоди. Ну, хорошо. Но вот такой вопрос, наверное, который многих волнует. Кризис, как всегда, грянул неожиданно. Вы готовы к нему? Ваш бизнес готов? Я считаю, что мы готовы. Уже выработали некую стратегию? Да, цены, конечно, на сырье, на детали, в частности, у нас поднялись. То есть мы это немножко ощутили на себе. И, тем не менее, у нас сформирован некий запас. Кроме этого, есть стратегия развития дальнейшего. Кроме того, нужно отметить, что в настоящее время внимание конкретно к нашей технике, наоборот, растет. Потому что эта ниша, она вообще мало заполнена. Но, тем не менее, интересна людям. И сейчас это бюджетная техника. Соответственно, люди обращают все больше и больше внимания на нас. У нас такая волна роста. То есть вы уверены, что у вас все, да. А Кира, вы как? Ну, мы тоже уверены, что у нас должно быть все хорошо. Как я уже говорила, основные наши посетители – это дети. Их меньше всего должно волновать. Они вообще не должны знать о том, что происходит в стране. Ну, вот с какими-то такими знаками минус. Поэтому мы все делали и делаем для того, чтобы всегда в нашем центре была радостная и очень положительная атмосфера. Поэтому ни о каком кризисе мы говорить не будем. Но все равно ведь с коллегами обсуждали, наверное, да, как дальше вы будете? Нам некогда обсуждать. Мы обсуждаем перспективы, новые занятия, новые курсы, новые направления. Мы вот все для детей, для того, чтобы на самом деле вот какая-то негативная такая, ну, какие-то настроения такие их не касались, их не затрагивали. Надеемся, что это поможет нам тоже от этого защититься. Да, спасибо вам большое. И в конце небольшой блиц. Сколько времени вы тратите на работу, Юля? Ну, в среднем у меня выходит 6-8 часов в день. Вы? 16-18. Существенно поделитесь. Это не работа, я говорю, это любимое дело и хобби, поэтому это так. Так, ваши близкие обязательно должны разделять вашу мечту и помогать вам в бизнесе? Да, для меня это важный фактор. Да, это важно, мой ребенок со мной на работу вместе ходит, поэтому... И ваши советы стартаперам от молодых предпринимателей России? Узнали что-то, делайте и самоорганизуйтесь. Кратко, как это должно быть, наверное, в бизнесе. От руководителя, да. Ну, если принял решение, не сомневайся, если сомневаешься, не принимай решение. Если действительно уже есть идея и хочется чем-то заниматься для себя, делай, ищи соратников, помощников. И, как говорят в программе, ты предприниматель, реализуй свои мечты, а не чужие. Да? Да, согласна. Абсолютно. Спасибо большое нашим молодым предпринимателям, нашим бизнес-леди. Можете так себя назвать? Да, конечно. Так? Леди в первую очередь. Леди в первую очередь. Спасибо и удачи. Спасибо. В гостях у программы «Такие дела» были Юлия Фомичева, победитель Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2014». Кира Рыженкова, финалист Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2014». Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам чувство, что и вы сможете стать великим. Рецепт от писателя Марка Твена. Вот такие дела. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»